Музыка Здравствуйте ребята Рваловы Ну видимо от этой темы нам уйти не удастся Я имею ввиду тему водоохранных зон Вот мне тут ребята передали копию одного интересного письма Я вам сейчас его покажу Единственное что копия не очень читаемая Поэтому я с вашего разрешения сейчас зачитаю Вот она эта копия Администрация городского округа Волховица Московской области Руководителю Московского территориального управления Федерального агентства по рыболовству АВ Воротилину Уважаемый Алексей Владимирович В связи с участившимися жалобами граждан По вопросу нарушения статьи 65 водного кодекса Российской Федерации В части передвижения и размещения транспорта В прибрежной полосе реки Ака На расстоянии от поселка Фруктовая до Белоумутской паромной переправы Городского округа Волховица Московской области Администрация городского округа Волховица Московской области Просит вас дать поручение отделу государственного контроля Надзоры охраны водных биологических ресурсов И среды их обитания по Московской области Московского территориального управления Росрыболовства В период выходных и праздничных дней Провести рейды с целью привлечения к административной ответственности граждан Нарушающих действующее законодательство Глава городского округа Московской области Барсуков Исполнитель Тимохин Лагутин Принято Московским бассейновым управлением Из этого письма ясно, что взаимодействие рыболов Принятость отдыхающих по поводу водоохранных зон Не просто усиливается, она еще и расширяется То есть к этому начинают подключаться и местные органы Вместо того, чтобы выполнять требования водного кодекса В части установки знаков, оформления землеотвода Под водоохранные зоны, присвоение кадастровых номеров и так далее Они нашли более легкий путь вот такими вот обращениями Попытаться усилить давление на нас с вами по всем направлениям Ну давайте проедем на эту территорию, о которой говорится И там я вам кое-что расскажу, поясню И в видео я вставлю некоторые фотографии с этих мест Которые дадут им характеристику О каких местах идет речь Вот поселок Фруктовое Это находится вон там, вон на бугре То есть люди как бы многочисленные Жаловались на то, что здесь вот в этом месте нарушается закон Ну собственно говоря водный кодекс, статья 65 И они как бы охватывают участок до Белоомтского парома Мы туда подъедем, я вам покажу Здесь примерно километра три Это место вообще одно из жемчужин Подмосковья, по крайней мере на Оке Очень посещаемое и посещаемое десятилетиями Мы сюда приезжали еще совсем молодыми Лет в 12-14 И ловили рыбу в детстве вон там под плотиной Но сейчас плотина совсем другая Об этом я как-нибудь в своем ролике очередном тоже расскажу О ее преимуществах и недостатках для нас Сейчас тема другая То есть вот это расстояние от плотины и до Ловецкого парома Это, как я уже говорил, была одна из рыболовных жемчужин Подмосковья В детстве мы сюда ездили Потом ездить перестали Потому что народу здесь всегда было настолько много Что место для рыбалки найти было трудно Вот, скорее всего, если и были какие-то жалобы То они были инспирированы людьми Которым просто не досталось здесь места И они решили таким образом отжать отсюда рыболовов Ну, идиотов хватает везде И стукачей, и павликов морозовых у нас еще хватает Но, посоветовавшись вот здесь с ребятами С ребятами-рыболовами Вот, читая это письмо Это и в Коломбии, и в Коломенском районе, и здесь В общем-то, мы пришли к выводу Что, скорее всего, это было инспирировано администрацией А ссылка на многочисленные жалобы Была, собственно говоря, придумана для усиления эффекта Таким образом, администрация решила очистить от рыболовов Вот этот вот участок от плотины до парома Имеют ли они на это законные права? Да, имеют Я покажу вам схемы спутниковые И объясню ситуацию Но дело в том, что, как я уже говорил, мы здесь десятилетиями ловили рыбу Но не только мы Вот, и никаких проблем не возникало Проблемы стали возникать последние пару лет И вот это дело продолжается Хотя мне в комментариях пишут, что хватит уже об этом писать Уже все успокоились и никто никого не трогает Но я вам вот показываю свеженькое письмо Трогают, не трогают А меры пытаются какие-то принять Итогов от этого официального письма администрации Я пока не знаю Если будут какие-то сведения, сообщу Но народ то ли по привычке То ли на удачу Продолжает сюда приезжать Да, это нарушение С точки зрения водного кодекса Но, честно говоря, возникает какая-то злость на все это дело Потому что, ну, представить, что вот такая вот машина Стоя в этом месте могла принести какой-то ущерб реке Ну, извините, у меня в голове не укладывается Водный кодекс принят давно Но наездов особых не было Как я уже говорил, они появились вот в последние 2-3 года И продолжаются При падении воды с плотины происходит хорошая аэрация И рыба чувствует себя прекрасно В том числе там и травмированные мальки падают И всякая такая всячина Вот там очень хорошо чувствует себя судак, берш, щука А здесь очень хорошо ловить в проводку На федера рыба берет самые разные места Как вы можете увидеть, замечательные Сегодня воскресенье, 18 августа Поэтому народ все-таки рискует сюда заезжать Ну, или по незнанию Ну, с дороги, с основной здесь съезд И вдоль берега идет грунтовка Но это вы увидите на спутниковых картах Ну, наш народ ничем не напугаешь Почему мы с этих мест ушли Ну, я уже сказал, что очень много народу И в основном это москвичи Облюбовавшие эти места И как это ни странно, рязанцы Хотя в Рязанской области такие замечательные места Но я хочу сказать, что Ну, может быть погода, может быть что-то Но народу не очень много Хотя, в общем-то, есть народ И это, естественно, рыбаки, не отдыхающие Вот стоят машины Продолжают стоять Здесь места замечательные Не только для рыбалки Но и для отдыха Здесь замечательные песчаные пляжи Но это вы увидите на фотографиях Редактор субтитров А.Семкин Вот такие вот удобные места Вот человек сидит, ловит в проводочку Что получается? Слава Богу Что, подъездок? Нет, лечь под лещик Лечь под лещик? Хорошо Опа Вот такая вот рыбалка И вот люди получают удовольствие Прекрасные места И вот такие вот письма Вот конечная точка Белоумовский паром Это конечная точка границы На которую якобы жаловались Граждане Требующие соблюдать Статью 65-ю водного кодекса Ну, некоторые в комментариях пишут Езжайте на рыбалку на автобусе Привыкли таскаться на машинах Ну, во-первых, это глупость Все-таки 21 век Это одно А второе В детстве Нам останавливали в любом месте Где мы попросим А сейчас только На официальных автобусных остановках Это вот Одна автобусная остановка Которую вы видите А следующая автобусная остановка Это в селе Фруктовое Отсюда 10 километров По дороге никто не остановит Потому что Все это контролируется Ну, и в заключении хочу сказать Что Похоже, что Родилась такая идея Отучить Рыболовов От этого места Совсем То есть Еще одно Классное Место Подмосковья Будет В конце концов Обезлюдившим При этой системе В которую Мы с вами Упираемся На этом Я с вами Прощаюсь Вот такую ситуацию Я вам Разъяснил Что из этого Получится Будем поглядеть До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...